Музыка Музыка это исцеление, музыка зажигает факел добра и может переустроить, усовершенствовать мир. Так говорил великий виолончелист современности Мстислав Ростропович. Уже в десятый раз в Самаре проходит фестиваль, посвященный мастеру. Идейный вдохновитель, инициатор и художественный руководитель маэстро Валерий Гергиев вместе с музыкантами Мариинского театра выступает на сцене Самарского академического оперного театра с лучшими произведениями легендарных композиторов. Некоторые из них описали сочинения, которые должны звучать вот так вот в зале, не ссылаться на исторические записи, не искать архивные телевизионные какие-то кадры. Мы не можем бить себя в груди и говорить, что вы хотите, что я буду знать о Шостаковиче, обратитесь в гости или ради вам, что мы там откопают. Мы должны это играть постоянно. И это приходится не только и не столько призывать коллег к этому, сколько делать это нам самим или мне самому. Не проходить мимо исторических музыкальных событий призывает маэстро Гергиев, таких как 75 лет седьмой Ленинградской симфонии Шостаковича. И в следующем году традиционный фестиваль он предлагает посвятить именно Дмитрию Дмитриевичу. Дмитрий Дмитриевич, я думаю, поддержал бы идею в рамках фестиваля, посвященному ему, исполнять и симфонии Брукнера, и симфонии Малера. Он был колоссально любопытным, наблюдательным и очень отзывчивым художником. Он слышал и слова Шекспира, и мелодию Верди, и он впитывал абсолютно все. Три концерта дал оркестр Мариинка на самарской сцене. Почетному гостю досталась миссия перерезать красную ленточку и открыть музей, театр, опера и балета. Часть экспозиции посвящена военным годам и эвакуированному в Куйбыше в Большому театру. Есть и современные экспонаты, костюмы из оперы Борис Годунов. И, конечно, фотографии солистов балета и оперы разных лет. Мариана Мирная, Григорий Пешаков, События.